А вы знаете, что только за прошлый год на укрепление Белгорода Россия потратила около 10 миллиардов рублей? Даже по нынешнему курсу это почти 125 миллионов долларов. Местные чиновники сообщали о тысячах установленных зубов дракона, о десятках километров траншей. И знаете, к чему это все привело? В Белгороде уже развешаны жовто-блакытные флаги. О том, что происходит на Москве из-за прорывов так называемых ДРГ. Смотрите в сегодняшнем выпуске «Осторожно, зомбоящик». Меня зовут Анастасия Нрицына. Но сначала подпишитесь на этот канал, а также мой личный. Ставьте свои лайки и комментарии, чтобы больше людей увидели весь абсурд российского телевидения. У россиян все плохо. Ну вот прямо все. Уровень тревожности растет с каждым днем. Потому что сначала было просто... Тревожно. Потом становилось... Все тревожнее и тревожнее. Ну а теперь... Максимально тревожная новость. Сейчас обо всем по порядку. Как вы знаете, на днях в Белгородскую Народную Республику вошли повстанцы, выступающие против режима Путина. Это представители российского добровольческого корпуса РДК и легиона «Свобода России». Мы такие же россияне, как и вы. Мы такие же люди, как и вы. Но диктатуре Кремля пришло время положить конец. РДК вперед! И вот когда РДК зашли на территорию Временной России, местные испугались не на шутку. А от колонн неизвестных танков руки затряслись даже у Скобеевой. Появляются и в телеграм-каналах, появляется в том числе видео, свидетельства, ужасы, которые прямо сейчас разворачиваются на границе с Белгородской областью. Ожесточенный бой с украинской ДРГ на границе с Белгородской областью – это деревня Дроновка. С обеих сторон привлечена военная техника. Возможно, со стороны Украины в диверсионные атаки принимает участие танк. Опять-таки говорю, возможно, потому что новостей и сообщений много, но верифицированных Министерством обороны Российской Федерации данных до сих пор нет. Мы давайте с вами дождемся, чтобы быть точнее и не сеять панику. В небе замечены несколько БПЛА и с одной стороны, и с другой, с российской, с вражеской в том числе, работает система ПВО. Еще раз повторю, информация появляется в интернете, в интернете же появляются первые видеокадры, но мы ждем информации от Минобороны. Подтверждения от Минобороны появились, но только на второй день, потому что с самого начала губернатор Белгородщины, Гладков и пропагандисты уверяли, что все нормально, а эти новости – фейк. Началась мастерная информационная атака на Белгородскую область. Это бронье, этого нет. Это совершенно очевиднейший фейк. Но вот местное население им почему-то не поверило. Люди бегали искать бомбоубежища, которых нет. Но, по крайней мере, такие видео появились в сети. Два бомбоубежища в доме, два подвала. И не можем ни водить зайти. Да что ж это такое? Передайте, я выпрямую эту локомку. В целом, атмосфера истерии и нервозности в БНР росла каждый час. Там были взрывы, летали самолеты и ходили неизвестные солдаты. И чтобы хоть немного успокоить, подконтрольные боброедки Симоньян информагентство Russia Today написало, что, оказывается, российские военные создали в Белгородской области ловушку для украинских диверсантов. Но не спасло. Срочные новости из Белгородской области, где продолжаются операции по ликвидации ДРГ, террористов украинских, которые вторглись на нашу территорию. В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции. Заявил об этом губернатор Голодков. То есть режим КТО введен на территории Белгородщины. Новые небольшие группы украинских диверсантов. Прямо сейчас продолжают подтягиваться козинки. Это территория Российской Федерации идут со стороны Украины. Стало известно, что общий сбор сигнал «Эдельвейс» объявлен для силовиков в еще одной границе с Украиной областью – Брянской. Никакой паники нет. Ну вы что? Нет-нет-нет. Все просто идет по плану. И вообще россияне. Откуда такая паника? Вы что опять разгоняете? Что такого произошло? Да, проблема. Но это война. Именно так. Это война, которую развязала Россия на территории Украины. И эффект бумеранга никто не отменял. Ну если говорить вот об этом эпизоде, то надо иметь в виду, что это, конечно, это не начало, это продолжение. И это будет продолжаться дальше. Ну это актуализирует, конечно, задачу. Надо освобождать и Харьковскую, и Сумскую область с тем, чтобы обезопасить нашу границу. Вот подобных вылазок. Я хотел бы обратиться к нашим телезрителям и сказать, это у нас СВО, а у них война. Они вот считают, что у них война. Да, они тоже, как и мы, не объявляли никому войны. Но у них война, а у нас, как мне кажется, до сих пор СВО. Потому что меня очень радует зубы дракона в Крыму. Но я хочу понять, а что происходит у нас с тремя областями, которые соседствуют вот с этой зоной СВО. Действительно, а что же происходит? А где же знаменитые пирамидки за 10 миллиардов рублей? А как же народные ополчения, которые вы еще полгода назад собирали? В регионе продолжают возводить белгородскую засечную черту. Бетонные сооружения вдоль границы, глубокие рвы особенно важны для обеспечения безопасности жителей. Сегодня идет и формирование отрядов территориальной обороны. По Азову Сердце сюда стремятся многие белгородцы. Я хотел бы отметить и мужество жителей нашей Белгородской области и сопредельных территорий. И достаточно эффективную работу с людьми, в том числе и по обеспечению безопасности, и созданию отрядов терроробороны властей Белгородской области, того же Вячеслава Гладкова. Оно действительно заслуживает серьезного, но ситуация там непростая. Да, ситуация там и вправду непростая. Губернатор Гладков понял, что пахнет жареным и решил во всем обвинить. Кого? Правильно, Министерство обороны. У меня еще больше вопросов, чем у вас, Коминистерство обороны. Поэтому я не хочу комментировать, потому что считаю, что это неправильно. Мы должны решать в рамках наших полномочий и, конечно, нужно обеспечивать. Охи, нравится мне этот сериал. То Минобороны РФ не обеспечивали Пригожина, а теперь еще Гладкова. Кто следующий? Дальше начинаются вопросы. Почему у нас нет единого командования на приграничных зонах? Мне просто вот очень хочется это понять. Ну, наверное, у нас проблемно в каком-то смысле, хотя год с лишним уже идет. В июле 500 дней будет СВО. Почему не оборудована граница, огромный кусок границы с нашим противником? Следующий вопрос. У меня вопрос к нашим коллегам в Министерстве обороны. Почему мы должны... Вы знаете, дорогие мои коллеги, так нельзя по той причине, что если вы не даете информации, то эта информация, вакуум всегда бывает наполнен. В данном случае он наполнен украинскими вот этими каналами. Военное ведомство должно говорить. Если не говорит военное ведомство, интерес и поле информационно заполняется или врагами, или энтузиастами с нашей стороны. Кстати, военное ведомство потом таки вышло, на следующий день, и заявило, что националистические формирования были заблокированы и разгромлены. А еще... Уничтожено более 70 украинских террористов, 4 боевые бронированные машины и 5 пикапов. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной операции. Правда, бойцы русского добровольческого корпуса заявили, что среди них потерь нет. А видео с вроде бы ликвидированными диверсантами фейковое, потому что на нем военные в пикселе, а бойцы РДК носят мультикам. Нелепость пропаганды просто зашкаливает. То, что происходит сейчас в Белгородской области, о чем это говорит? Это говорит о том, что система контроля нашей границы, они проникли на 5 км в глубину. Это большое расстояние. Построено пока еще недостаточно эффективно, это надо признать как данность. Это факт. Второе. Это, конечно, никакая не диверсионно-разведывательная группа. Это нормальная, полноценная мотострелковая рота, усиленная танками, которая решает задачу разведки боем. Ситуацию в этом районе. То, что они там наращивают силы, возможно, вторая рота, если она там появится, это уже будет, можно считать, батальон, который здесь действует. Это уже серьезная сила. Это не контртеррористическая операция. Это уже полноценные боевые действия. Для чего это делается? То есть переносят войну официально на территорию Российской Федерации, даже в тех границах, которые признает Запад. Да. Это вот первый момент. Второй момент, что я хочу зафиксировать, с чисто военной точки зрения. Перед нашим руководством в этом случае стоит проблема прикрытия вот этой всей границы. Средствами разведки, развертыванием войсковых контингентов, которые могли бы быстро, оперативно оккупировать возможные вот такие вот угрозы на угрожаемых направлениях, где их брать? Естественно, их придется отвлекать с тех других направлений, которые находятся вот в других регионах Донбасса, Луганской и прочих. Как офицер генштаба, объясните, пожалуйста, как можно усилить границу? Насколько я понимаю, зубья дракона есть, они не помогли. Мы не можем все видеокадры показать, которые есть в нашем распоряжении, но пограничный пункт, насколько я понимаю, был просто снесен. В чертовы мать. Усиливается граница путем организации постоянного патрулирования в воздухе и авиации. Пограничники с собаками не помогут? Конечно нет. Это не один. Речь идет об усилении войсковых контингентов. Войска должны оттуда уйти, и развернута здесь должна быть группировка прикрытия границы. И этого они и добиваются. Да, они именно этого и добиваются. Но не сделать этого мы тоже не можем. Мы не можем этого не сделать. Они это понимают. Потому что если они здесь попробовали, они обязательно могут попробовать в других местах. Поэтому пропагандисты принялись теперь обсуждать, как же им защищаться. О центрах принятия решений и ядерном оружии, конечно, никто не забыл. Вот такую границу, там, по-моему, 500, что ли, километров. Но очень трудно прикрыть. Мы просто должны понимать, что вот эта граница превращена в такую, как бы, почти линию фронта. Если сложно прикрыть, значит, нужна тероборона. Нужна тероборона. Полностью согласен. Более того, уже несколько месяцев стоит этот опрос. Обсуждается российских органов власти. Давайте скажем так. Ну, мы не можем от имени всего народа Российской Федерации говорить. Ну, с кем мы общаемся? Власти, большинство считают, что, конечно, власти должны принять решение, создать тероборону, раздать стрелковое вооружение легкое, раздать средства связи. Правильно, коллеги говорят, что нужно, чтобы немедленно связь поступала. Провести обязательно подготовку, учение людей. Там многие люди будут вступать. В какой-то мере это должно стать аналогом казачества. Но решить ее, эту ситуацию, может только взятие Харькова. Харьков, старый русский город. То есть совершенно непраздным становится вопрос о местном ополчении. То есть на этих территориях мужики должны брать оружие в руки. Должны быть готовы к отражению любой такой вылазки. Следующие этапы, они превентивные. То есть, ну, это системно. Это, конечно, санитарная зона. То есть вот на территории той же Харьковской области, Чавниговской области нам необходимо использовать более тяжелое вооружение, которое должно наносить удары, в первую очередь, по Западной Украине. Должно наносить удары по мостам, по местам сосредоточения вооружения. Заметьте, сейчас у нас в этом смысле она эффективна. Но у нас недостаточно символизма для этого. Она толкает к использованию того же тактического ядерного вооружения. То есть это целенаправленные действия, которые нас поджимают, просто вывести войну на иной уровень. Против нас украинское государство ведет с применением всех возможных сил и средств. И давно нам пора и в этой студии, и за ее пределами это осознать. Мы же с вами здесь, помните, всплескивали руками. Неужели дадут хаймерсы? Неужели дадут дальнобойную артиллерию? Неужели дадут, значит, леопарды? Неужели ударят по Кремлю? Значит, неужели зайдут на территорию Российской Федерации? Неужели дадут Ф-16? Что еще надо, чтобы мы прекратили вот эти, значит... Как что? Прекратили удивляться. Прекратили удивляться. Когда дадут тактическое ядерное оружие? Вот я хочу продолжить свою мысль. Не если, а когда. Я все жду и жду, когда, наконец, моя страна, которая в состоянии это сделать, наконец нанесет показательный, явственный, четкий, акцентированный удар по центрам принятия решений. Вот только Украина здесь ни при чем. На территорию БНР зашли россияне, желающие освободить свою страну от нелегитимной власти. Это гражданская война. И все только начинается. Это русские партизаны, которые ненавидят Путина. Ну и вы, наверное, спросите у меня, какая же реакция Кремля на вот эту вот движуху? Вот такая. Вот, безусловно, то, что вчера произошло, это вызывает, конечно, глубокую обеспокоенность. Это был Осторожно, Зомбоящик. Смотрите нас и распространяйте это видео, чтобы больше людей уберегли себя от кремлевских фейков. До встречи.